Привет, в эфире канал Девайс, сейчас я расскажу о лучших графических планшетах до 5 и 10 тысяч в 2024 году. Первое место в моем рейтинге занял отличный графический планшет XP-Pen Deco LW стоимостью около 9300 рублей. Девайс отличается довольно большой рабочей областью 10 на 6 дюймов, совместимостью со всеми распространенными графическими пакетами и операционными системами, ну почти со всеми. Заявлена совместимость с Windows, macOS, Linux, Chrome OS и Android от релиза 6.0 и выше. iOS в спецификациях не упомянут. Будет ли Deco LW нормально работать с айфоном, понятия не имею. У этого графического планшета 8 настраиваемых клавиш, подключаться он может не только по кабелю через USB Type-A, но и через Bluetooth 5.0. Батареи емкостью 1000 мАч хватает на 10 и более часов работы. Связь устойчивая и без задержек, программное обеспечение интуитивно понятное, не сырое и не глючное. Сборка добротная, девайс легкий, компактный, удобный. Годится и для любителей, и для профессионального рисования. В общем, неплохой вариант для сегмента до 10 тысяч рублей. Подпишись на канал, поставь лайк под видео, если интересуешься компьютерным железом. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментах. Второе место с сегодняшнего топа досталось еще одному неплохому графическому планшету Huion Inspiroy 2M. В магазинах этот девайс можно приобрести примерно за 9 тысяч рублей. Размеры рабочей области у Inspiroy 2M чуть меньше, чем у XP-Pen Deco с первой позиции рейтинга. Клавиш 11, но программируется только 8. Комплектация приличная, программное обеспечение понятное и не глючное, перо крепкое. Прочность корпуса, правда, вызывает некоторые сомнения. Ронять этот планшет на бетонный пол или плитку я бы не советовал. Модель Inspiroy 2M подойдет и для профи, и для начинающих. Да, есть одно серьезное отличие от XP-Pen с первого места топа. У девайса от Huion только проводное подключение по USB. Для кого-то этот момент будет иметь решающее значение при выборе. Если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, задавай вопросы, делись своим мнением, общайся с другими пользователями. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если интересуешься компьютерным железом. На третью позицию рейтинга я поставил бюджетную модель Intuos S с Bluetooth. Этот графический планшет начального уровня в магазинах можно найти по цене в районе 8000 рублей. Между делом отмечу, что буква S в названии означает small. Есть еще модель с буквой M – middle. Различаются они размерами, весом и ценой. Большой девайс стоит где-то на 5-7 тысяч дороже, впрочем, это уже офф-топ. Итак, Intuos S. Размеры рабочей области составляют 216 на 135. Вес чуть не дотягивает до четверти кило. К ПК, Макинтошам и мобильным устройствам планшет подключается либо комплектным кабелем microUSB, USB Type-A, либо через Bluetooth 4.2. Встроенной батареи хватает на 15 и более часов работы, от 0 до 100% девайс заряжается где-то за 3,5 часа. Модель Intuos S отличается быстрым откликом, лаконичным дизайном, устойчивым соединением и интуитивно понятными настройками. Intuos S – добротный и недорогой планшет, который подойдет для начинающих, в том числе для детей. Минусом этой модели можно назвать периодический отвал драйверов. Не часто, но слетают. Серьезным недостатком этот момент не назовешь, но некоторые неудобства доставить может. Загляни в мой телеграм-канал, там ты найдешь обзоры сравнения и рейтинги железа. А еще уникальные промокоды для выгодных покупок. Ссылку на канал ты найдешь в описании под видео. Подписывайся! На четвертом месте я поместил еще один XP-Pen модель Deco 01V2. В магазинах этот графический планшет можно купить примерно за 6100 рублей. По размерам рабочей области, разрешению, количеству уровней нажима и совместимости Deco 01V2 очень близок к модели Deco LW с первой позиции рейтинга. Однако этот планшет работает только через USB, беспроводного подключения у него нет. В комплект поставки входит адаптер OTG, перчатка для рисования, перо с подставкой и сменные наконечники. В целом неплохой вариант для тех, кому будет достаточно проводного подключения. Пятое место сегодняшнего топа досталось еще одному графическому планшету из линейки Huion Inspiroy. На этот раз вдвое более дешевой модели H640P. В российских магазинах этот гаджет можно найти по цене в районе 4200 рублей. H640P отличается от модели 2М намного более компактными габаритами и на 40% меньшей рабочей областью. Ну и легче практически в два раза. Вес этого девайса не доходит и до 300 граммов. Inspiroy H640P комплектуется кабелем USB, адаптером OTG, пером с набором наконечников и подставкой типа чернильница. Помимо компактных размеров и легковесности, графический планшет от Huion отличается надежностью, качественным исполнением и понятным несырым программным обеспечением. Устройство совместимо с Windows, macOS, Linux и Android. На шестую позицию рейтинга я поставил еще одну модель от XP-Pen, уже третью в сегодняшнем топе. А что поделать? Продукция этого бренда буквально заполонила бюджетный сегмент графических планшетов. Не в последнюю очередь из-за достойного исполнения и востребованности пользователями. Так, что-то меня куда-то в сторону занесло. Возвращаюсь к третьей модели XP-Pen, а именно к Star G640 стоимостью порядка 3500 рублей. Поговорил бы о недостатках, но за такую цену их можно не считать. Планшет работает, со своими задачами справляется еще компактнее, чем Huion Inspiroy с пятого места по габаритам и весу типовой смартфон класса кирпич. Размеры рабочей области составляют 150 на 100 миллиметров. Ну почти. Разрешение 5080 LPI. Количество уровней нажима 8192. Интерфейс подключения только USB. Планшет дружит только с ПК и Макинтошами и исключительно по кабелю. Что еще могу сказать? За 3,5 килорубля один из лучших вариантов. И на седьмое, последнее место сегодняшнего рейтинга угодила простенькая ультрабюджетная рисовалка LCD Writing Tablet 13,5 Color Edition от Xiaomi. Вездесущего производителя всего и вся. Этот графический планшет в наших магазинах можно купить примерно за 2300 рублей. Как говорится, дешевле только даром. Как подсказал мне дедуктивный метод старины Холмса, модель LCD Writing Tablet 13,5 это экранник с LCD дисплеем и диагональю 13,5 дюймов. Плохо лишь, что некоторых интерфейсов подключения внешних устройств к этому экрану не прилагается. То есть, эта рисовалка от Xiaomi – вещь сама по себе. Из нее получится отличный подарок для ребенка, но для работы планшет не годится от слова совсем. Зато в качестве игрушки этот гаджет просто идеален. И автономность у него фантастическая. К счастью, инженеры Xiaomi не стали оснащать свое детище мега-аккумулятором на кучу миллиампер в час, разряжающимся через считанные часы, а просто запихнули в свой девайс батарейку CR2025. Поэтому автономность рисовалки LCD в Writing Tablet считается не в днях, а в годах. Да, CR2025 это тот же CR2032, что и на компьютерных материнских платах только чуть тоньше. В магазинах найти ее несложно в случае чего. Вот и все с рейтингом лучших графических планшетов до 5-10 тысяч рублей. Пора прощаться. Буду рад, если лайкнешь этот выпуск и подпишешься на канал. Здесь много интересного. Задавай вопросы в комментариях, заглядывай в описание, в нем ты найдешь ссылки на графические планшеты из топа. А на канале в телеграм тебя ждут уникальные скидочные промокоды. До встречи в следующих выпусках.